Колумбия – крупнейший экспортер цветов. День Святого Валентина в календаре местных фермеров отмечен красным. Вот такие необыкновенные букеты могут украсить ваш дом, будь он в Нидерландах, Британии или Испании. А еще Колумбия, согласно данным управления ООН по наркотикам и преступности, занимает лидерство в производстве кокаина. Торговцы наркотиками с присущей им изобретательностью пытаются использовать коробки с цветами для транспортировки своего товара. Чтобы бороться с этим явлением, цветоводы усиливают мир и безопасность. С помощью таких видеокамер контролируется каждый этап процессов упаковки и перевозки. Мы сертифицированное предприятие. Это объединение фермеров, которые делают все возможное для того, чтобы экспорт цветов был свободен от незаконной деятельности. В рамках этого союза мы должны защищать наших сотрудников, сознательно относиться к найму рабочей силы, а также быть уверенными в поставщиках упаковочного материала, необходимого для экспорта. Штрих-коды на оберточной бумаге указывают, где выращены цветы. Это окажет существенную помощь полиции, если в какой-либо партии будут обнаружены наркотики. Тщательно проверяется и транспорт. Чтобы избежать ложных обвинений, грузовики перед отправкой товары опечатываются. Откроют их только по прибытии в аэропорт, где проверку начнут уже сотрудники правоохранительных органов. В прошлом месяце через эти сканеры прошли около 500 коробок с цветами. По меньшей мере 26 тысяч были проверены вручную сотнями полицейских. В 2018 году в цветочных посылках было найдено 400 килограммов кокаина. Мы заметили, что преступники маскируют наркотики и прячут их не только в самом центре цветка, но и в его стеблях. Кокаин, который злоумышленники хотели переправить из Колумбии в другие страны, мы также выявляли и в коробках с цветами. Принимаемые меры безопасности способствуют тому, что наркодельцы отказываются от попыток транспортировки кокаина в цветочных ящиках. В этом году полиция не обнаружила ни грамма наркотиков в шестистах стебельках и листьях, предназначенных на экспорт ко дню Святого Валентина. Площадь плантации коки в Колумбии составляет более 160 тысяч гектаров. Наркоторговцы прибегают ко всем видом транспортировки с тем, чтобы их товар попал на европейские рынки. Но здесь, в международном аэропорту Эльдорадо, сотрудники полиции не дают кокаину проникнуть в цветочный бизнес, который становится все более активным благодаря договору о свободной торговле между Колумбией и Европейским Союзом.